До старта главного события страны, чемпионата мира по футболу, остается всего один день. Гости со всего мира уже съезжаются в города-участники. Без внимания туристов не остались и ближайшие к ним территории. По скромным подсчетам, только в Люберцах во время проведения Мундиаля остановится около 20 тысяч болельщиков. Насколько готов городской округ к столь долгожданному и масштабному наплыву гостей, знает Анна Троян. Это кадры, сделанные 11 июня. Болельщики сборной Аргентины по футболу хором поют национальный гимн. И так сейчас выглядит весь центр столицы. В Москву приехали тысячи иностранцев, чтобы поддержать свои команды. Но далеко не всем по карману проживание в окрестностях стадионов. К примеру, компания болельщиков из Нигерии предпочла остановиться в Люберцах. Несмотря на то, что парни-бизнесмены, их выбор был на хостел, ведь в России они проведут целый месяц. Планируют посетить все матчи своей сборной, несмотря на холодное для них российское лето. Москва – просто потрясающее место. Кроме футбола мы хотим увидеть достопримечательности и красивые места большого города, потому что мы живем в маленьком городе. За время чемпионата только в этом хостеле остановятся около 250 болельщиков. Бронировать начали еще в декабре. Сутки в номере с комфортным проживанием обойдутся туристу минимум в 500 рублей. Конечно, можно найти места и дешевле, но там вряд ли можно будет, к примеру, постирать одежду. Это одно из преимуществ, когда в хостеле можно приготовить покушать. У нас есть печки, у нас есть чайник, у нас есть микроволновка, у нас есть стиралка, можно помыть посуду. Люди здесь вечерами собираются. Ну вот вы сами видели сейчас Нигерия, это африканские страны, очень много мексиканских, значит, из Мексики, из Испании много, вообще Европа. Кстати, это место иностранцы выбрали неспроста, ведь из Люберец добраться до метро очень просто. Нет сил идти пешком, не беда. На всех электронных платформах сработало приложение, которое на английском, испанском, арабском и многих других языках способно построить маршрут до любой точки столицы. В приложении синхронизированы все виды надземных и подземных видов транспорта. В принципе, ничего страшного, можно месяц пожить у родителей, зато я денег смогу заработать. Хорошим расположением своей квартиры воспользовался и люберчанин Иван. На время Мундиали коммуникабельный путешественник решил сдать свое жилье. Трешку неподалеку от метро фанаты футбола охотно арендовали за 10 тысяч рублей в день. Мне все предусмотрено, бытовая техника, телевизоры, мебель. Сдаю я друзьям, либо друзьям друзей по всей Европе. Апартаменты, хостелы, отели. На время чемпионата предложений для туристов в пригороде Москвы неисчисляемая масса. В Люберцах также есть и гостиницы, где три звезды соответствуют мировым стандартам. И это, по сравнению с апартаментами, еще не самый дорогой вариант. Обычно стандартные 3,5 тысячи рублей, а дальше, как говорится, больше. Стандарт улучшенный, в нем 19 квадратных метров. Он является самым популярным номером нашей гостиницы этой категории. В нем расположена обеденная зона, как мы можем с вами наблюдать. Есть большая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. Расположение у отеля тоже хорошее. В гостинице есть Wi-Fi, семейные и вместительные номера, где даже самые привилегливые гости останутся довольны. В группе болельщиков будет удобно как отдыхать, так и смотреть ТВ-трансляции. Стоимость за сутки 8 тысяч рублей. Семейный номер, он состоит из трех комнат, здесь 47 квадратных метров. Есть гостиная и две спальни, и отдельная ванная комната с большущим санузлом. Мещает он 4 человека, еще можно разместить одно доп. место на кровати раскладушки с ортопедическим матрасом. В таких комфортных условиях останавливаются сотни любителей футбола. Персонал ждет гостей из Аргентины и Бразилии, из Канады, Америки и, конечно, России. По-моему, самое безусловное преимущество хороших гостиниц – это готовить-то здесь не надо. На территории практически каждого уважающего себя отеля существует ресторан, где каждый болельщик сможет отведать блюда русской кухни. Кроме непривычной иностранцам еды, люберецкие рестораторы предусмотрели для любителей футбола специальное меню и блюда европейской кухни, к которой уж точно привыкли все. Стоит отметить, что в преддверии Мундиали все официальные гостиницы и хостелы Подмосковья прошли строгие проверки. Наша страна хорошо подготовилась к встрече гостей на самом долгожданном событии 2018 года. Welcome to Russia. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмещева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Продолжение следует...